6 октября около 23 часов 30 минут в городе Могоча Забайкальского края было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. На ее теле следователи обнаружили несколько огнестрельных ранений. В ходе совместной работы следователей и сотрудников полиции по подозрению в совершении этого преступления был задержан житель города Могочи, 1993 года рождения. При обыске у него обнаружен травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Почему это произошло? Что у Сананова в ГВИ случилось? Какова его мотивация вообще была? Развуд. Развуд. Да, смотрите. Развуд. Дело в том, что он изменил ей и в какой-то момент сестра, когда это узнала, она сказала, что давай мы с тобой разведемся. А у них, ну, видимо, в менталитете этого нет. Как бы у них разводы, насколько я знаю, это очень плохая история. В общем, стараются до этого не доводить. И, видимо, это его очень сильно задело, что как это ты со мной разведешься. И дальнейшие, ну, вот, избиения там и угрозы. Да, это все было к тому, что, не дай бог, кто от меня уйдет. Ну, чувство собственности, собственничество. И перед первой же нашей встречи я не посмотрю то, что общественность, это там, Наташа рядом, подруга рядом, сестра рядом, либо кто-то еще там рядом. Я не посмотрю, что мы на улице, я не посмотрю, что много народу. Я просто подойду и перережу тебе кадык. Это я тебе обещаю. Получу, я даже убегать не буду. Я боюсь. Ну, что я сделала? Садись, надо поговорить. Ты мне ножиком угрожаешь, я не буду садиться. Его поездка в Азербайджан могла на это повлиять после развода? Нет, нет. Понимаете, здесь немножко другая ситуация. Во время развода она действительно ушла. Она не просто ушла, она убежала, когда он стал ей угрожать ножом. Она пришла домой с полицией, чтобы забрать ребенка. И он ей сказал, ты придешь домой, я тебя убью. Убью только за то, что отключила телефон, когда находилась в налоговой. Вот. Она пришла, собрала. Полиция помогла, слава богу. Пришли, сопроводили. Села на машину с девятимесячным ребенком на переднем сидении. Она ехала полторы тысячи километров с Хабаровска до Могочи за 20 часов. Бегство. Бегство. Пришла домой, сказала, я здесь в безопасности. Но этого не случилось. Он начал за ней следить. Он ставил на датчики машину, пытались порезать колеса. В общем, ее пытались выловить, как только. Она одна не ходила. Она очень боялась. И она год ходила вот за баллончиком. И друзья всегда ее сопровождали. И когда он уехал в Азербайджан, мы выдохнули спокойно, потому что там он женился второй раз. И мы очень были рады. Думаем, все, у него будет все хорошо. Он нас отпустил. Мы его отпустили. И будем жить. И Катя перестала опасаться. Она стала ходить, не оглядываясь по улицам. И буквально на два часа она ушла из дома. Очень была веселая. Мама, я пойду к подружке. Ты не переживай, я сейчас есть минуточку помою. И вот я приду сейчас. И буквально через два часа ее не стало после того, как я ее видела. Ну, в общем, поездка как бы... Мы выдохнули. А то, что вот там происходило, мы не можем уже говорить ничего. Повлияло, не повлияло. Это непонятно, что там у них было. И еще хочу сказать, что родители... Я разговариваю с родителями. Они не знали, что он приехал. Потому что он приехал таясь, он приехал убивать. Так как у него был уже пистолет. Это говорит о том, что дело спланировано. Зная своего зятя бывшего, он человек очень... Юридически подковный. Он юрист по уголовному праву, по образованию. И он очень вдумчивый, очень хитрый и заворотливый, очень-очень умный. Я не знаю, как называть эту ситуацию. Просто это не люди. Я не знаю. Это... Во-первых, преступника, конечно, нет национальности. Но трагедия уже никто не вернет дочке, там, семье, там, мать-ребенка. Понимаете? Вот такая трагедия. Даже не знаю, вот какими словами назвать этого. Даже человеком не назовешь. И даже родители не знали, что это он вернулся туда. В это время отец ехал сюда, в город. Он по дороге узнал, что этот урод приехал туда, вот ночью такой вот натворил делов. Вот, честно, была бы там, я не знаю, семейная казнь, я бы сказал, что без суда, без следствия. Ну, это такая обычная бытовая, да, ситуация в том плане, что, ну, не хочет человек с тобой жить. Ну, разошлись. Для этого нужно, там, убить человека, что ли? Многие говорят, вот, наша семейная группа была на похоронах, общалась с друзьями, с родственниками. И, ну, бытует такое мнение, что это началось после его поездки в Азербайджан, когда он, ну, забегал, там, как я понял, после погрома в магазинах. Вот. Могло ли это как-то повлиять? Потому что, ну, в традициях же не принято разводы, как я понимаю. Да это было уже, да и вообще... Или это пережиток уже? Да это пережиток нет, конечно. Там сейчас нет, но он тем более настолько, вот мне говорят, что я начал разобраться, тоже разбираться, что он ездил, там, женился, там уже тоже развелся. Просто человек по натуре, ну, я не знаю, как, по-другому, вот, считай, получается, поехал там, женился, тоже какого-то человека сделал несчастным. Да, еще одну, понимаете? Это просто, я не знаю, чем это связано, просто, может, натура такая, может, недосмотрели родители, не так воспитанные, я не знаю, вот. Вот, хочется понимать, с чего так случилось-то. Я не могу ни одного, как бы, да, там, что-то найти, чтобы, вот, не оправдать, а хоть понимать, а что такое-то. Ну, это обычно, говорят, там, тысячи семей разводятся. И здесь у нас есть земляки, там, другие, там, можно сказать, да, мигранты, которые женились, развелись. Тем более, вот, в самом деле, вот, для, вот, как бы ни говорили, для кавказской семьи, это, человек, эта семья, это выше всего. У нас культ детей, культ семьи, как бы ни говорили. Каждый мужчина старается, там, чтобы его даже разводиться, никто отойти не отказывается, чтобы так себя вести, там, какое-то отклонение, там, у него. Я не знаю, вот, честно, я вот хочу, конечно, выразить соболезнение, как бы она ни звучала, просто трагедия. Трагедия семьи, трагедия. Я еще раз повторяю, что преступника нет национальности. Тем более, он родился, вырос, там, в Могоч, там, в России где-то. От того, что там он просто написал Азербайджанец, у нас, я считаю, что он не Азербайджанец, он вообще никто. Преступник. Да, это преступник, преступник. Ему надо пожизненно дать, чтобы он всю жизнь мучился. Я хочу, чтобы он сел. Я хочу, чтобы никто, ничто не повлияло на ход следствия, и чтобы никто не мешал. Я хочу, чтобы он сел навсегда. Это чудовищное преступление. Осталась маленькая внучка двухлетняя. Она каждый день ночью плачет, просыпается. Мама где? Спрашивает. И когда он ее убивал, это было 23.00, 6-го числа, внучка вдруг проснулась, очень сильно кричала. Она кричала до 4-х утра. Я видела его, я видела его, когда его брали под стражу. Я ему задала вопрос, Сананчик, я его всегда так звала, Сананчик. В принципе, они жили нормально, ну, лет 10, пока он, у него, в общем, не началось что-то меняться в этой жизни, и, в общем, он превратился непонятно в кого. Но это другой разговор как бы, да. Я говорю, когда ты успел превратиться, Сананчик, в убийцу? Он просто смотрит и даже не отводит взгляд. Молчит, молчит. Я ему начала рассказывать про дочь, как дочь ищет маму, маленькая, маленькая, двухлетняя дочь. Сказал, не говори мне ничего про эсмин, не надо, не надо. Это единственные его были эмоции, которые он проявил. Мы все в большом шоке. Никто не ожидал такого. Катя была самым позитивным человеком из нас. Мы очень хотим, чтобы убийца был наказан по самой строгой мере наказания. Практически год назад, в декабре, Екатерина писала заявление о том, что идет преследование о предполагаемом убийце, который есть, да? На ваш взгляд, достаточно ли было принято мер в тот момент, год назад? Нет, мер было недостаточно. Во-первых, после того, как заявление было написано, на следующий день ее бывший экс-муж уже знал об этом заявлении. Для того, чтобы он предоставил фотографию и сказал, если ты думаешь, что ты меня напугала с тем, что ты обратилась в полицию, то знать тебе никто не поможет. Тем девушкам, женщинам, которые находятся в подобной ситуации, вы как люди, которые с ней столкнулись, что можете сказать? Бегите. В первый же день бегите. Как только на вас подняли руку, бегите в этот же день без огрядки. Не давайте прощения. И пусть все девушки обращаются. Если наши власти не могут обеспечить таких девушек защитой, пусть обращаются в фонды, которых сейчас, как выяснилось, немало, к кому можно обратиться за такой помощью для поддержки. Обращайтесь ко всем. И поднимайте это. Вообще всю эту информацию выливайте в свет, чтобы это как можно больше освещалось. Чтобы домашнее насилие было наказано. Субтитры создавал DimaTorzok